В 20-м туре чемпионата «Факел» и «Краснодарская Динамо» практически разыграли между собой второе место красной группы. Весь перерыв, связанный с матчем «Звезд», команды готовились именно к этой игре. Однако уренгойцы прилетели в Краснодар, забыв дома свою мощную подачу. Я в первую очередь хотел бы отметить, что сегодня наша подача вообще их ни в какую трудность не поставила. Они сегодня очень хорошо принимали. Мы подавали в принципе неплохо, флот, но они хорошо принимали. Они подавали силовую, где-то выбивали, но не смогли заблокировать. Где-то блокировали, не смогли достать защите. Фердинандо Диджорджи в этой игре располагал практически всем своим составом. В команде выздоровели все, кроме Александра Критского, место которого пока занимает Дмитрий Волков из молодежной команды. Но главное в строй вернулись оба наших диагональных – и Константин Бакун, и Михаил Бикетов. Краснодар на своей площадке выглядит очень уверенно. Марлон практически всю игру пасовал с идеальной доводки, а факелу все никак не удавалось усложнить жизнь краснодарских принимающих. Мочилов, Еремин и Янутов выдали 74% позитивной и 57% отличной доводки. В итоге анонсируемая битва за второе место закончилась всего за 1 час и 17 минут. На протяжении всей игры факел искал возможность навязать сопернику борьбу. На площадке успели появиться практически все запасные игроки. Но только под конец третьего сета, когда урингойцы смогли отыграть два матчбола и сделать по 24, болельщики всерьез заговорили об интриге. Правда, продолжалась она недолго. 25-19, 25-15 и 26-24. Краснодарская «Динамо» одерживает победу и обгоняет фагел в турнирной таблице. Вероятность того, что команды еще раз поменяются местами, имеется, но за два тура до окончания регулярного чемпионата вряд ли Краснодар себе такое позволит. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...